Покое во Христе Покое во Христе Покое время, возможность прийти к нам в студию, потому что действительно мы сегодня будем говорить о непростых вопросах, и нам бы хотелось, чтобы как-то Господь нам помог понять те сложные тексты Священного Писания, которые, наверное, волнуют не только нас. Давайте мы прочитаем слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 текста. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вам приходилось бывать в каких-то других странах? Конечно. Приходилось, да? А скажите, а вот в какой стране мира человек может чувствовать себя совершенно спокойно с миром в сердце? Наверное, нет такой страны во всем мире. Вы знаете, мне по практике, благодаря тому, что работаю в нашей благотворительной организации АДРА, пришлось работать несколько лет в такой стране, достаточно опасной, как Афганистан. И меня очень часто спрашивали, как там, что-то опасно, не опасно. Вы поверить не можете, вот порой я себя ловил на мысли, что мне там безопаснее, чем когда я приезжал в отпуск в Москву, и когда в метро взрывались, были совершены теракты. И я себе вот здесь задал вопрос, а где опаснее, то есть находиться там в Афганистане или в Москве, когда иногда проходили какие-то террористические угрозы. Поэтому я думаю, абсолютной безопасности нет, наверное, нигде. Это сегодня безопасность, это сегодня такое немножко обманчивое, наверное, какое-то представление. Тем более, мы видим миллионы беженцев, люди пересекают границы страны в страну. Мы видели теракты в Париже, во Франции, да, то есть достаточно безопасных, казалось бы, еще странах. Скажите, а почему тревога и страх, они стали постоянными спутниками нашей жизни? И мы же не только боимся терактов. Все, потерять работу. Да, что-то там не заплатить за коммунальные из-за того, что там даст это. То есть страхов действительно много. И вообще сегодня, наверное, человечество живет в какой-то депрессии, что ли, да, практически во всех странах мира, да, у людей, общество, оно находится в каком-то страхе, постоянном, в таком перманентном страхе. И, наверное, это тоже слова, то, что и Писание нам говорило, что вот придут времена такие, что люди будут жить в таком вот, изнывать от какого-то страхов, от боязни каких-то. То есть мы боимся потерять работу, нехватка денег, переживания за детей, за близких, родных. То есть вот эти три болезни, вирусы, вот эти сегодня, которые идут. Потому что, ну, включая, наверное, телевизор, сложно очень ожидать услышать радостные хорошие новости. Все плохо. Все плохо опять, где-то эпидемия, где-то болеют, где-то взрывают, где-то наводнение. Действительно, люди находятся в больших переживаниях. Скажите, а мы вообще вот по жизни, мы многое делаем не так, неправильно? Конечно. Ну, что значит много, а как много? Ну, вы знаете, мы изначально где-то понимаем, как правильно поступать и как неправильно. Ну, простой пример, например, заходя в транспорт, мы понимаем, что нужно купить билет. Вот, есть ли всегда такое желание его покупать или все-таки где-то срабатывает мысль, а может быть, проеду и без билета, одну, две, там, три остановки. Кто-то, заходя в магазин, где нет видеокамеры и нет там внимательного продавца, где-то просто. Ну, вы увидели, наверное, множество видеороликов, что люди и шубы на себя одевают, все что угодно. И это я только привел, может быть, пару примеров. Поэтому такой вопрос, мы вообще многое не так делаем. Может быть, это касается вопроса воспитания, вопрос веры, вопрос отношения друг с другом. Хотя мы понимаем, как надо делать. Наверное, в вопросах, может быть, где-то и воспитание, и вера. Действительно, бывает, что мы поступаем где-то не так. Ну, наверное, ничего не делай только, наверное, да, не совершаешь ошибок. Не совершаешь ошибки только тот, кто не работает, ничего не делает. Поэтому ошибки, наверное, это часть, наверное, даже жизни, как бы то ни было, и нету таких, кто бы не совершал ни одной ошибки. Даже пророки или патриархи или кто-то, да. После совершения ошибок ты понимаешь, что ты сделал не так? Ну, если ты совершил ошибку, ты понимаешь, что ты ее сделал, ты останавливаешься, либо продолжаешь делать это? Вообще, нарушая законы, нас совесть мучает за то, что мы его нарушаем или нет? Ну, иногда мучает, иногда, может быть, и не мучает. Иногда мы, может, просто делаем это по привычке или, скажем так, по инерции, или себя успокаиваем, что другие тоже так же делают. Почему я не могу так же сделать? Иногда происходит по незнанию что-то, я бы добавлю. Вот буквально на днях мы ездили в Республику Беларусь, и нам сказали, что не нужно покупать страховку, так как союзное государство, зеленая карта, мы ее не купили. И только в Беларуси узнали, что, оказывается, нужно было покупать. То есть, тем самым мы, в принципе, нарушили закон, но мы действительно не знали об этом, да, и как бы сказать, что из-за этого у нас совесть, вот это все время мучает. Да, совесть, потому что ты не знал, да, мы не знали, что это, да. У вас есть автомобиль, Денис? Да. Вы приезжаете на красный свет? Ну, бывает, не скажу, что такого не встречалось, да. Это всегда очень так неожиданно, вы не хотели, либо вы просто не рассчитали скорость, либо вы думаете, что еще проскочу. Вот водителя, который проехал на красный свет, очень долго мучает совесть, что он нарушил все-таки закон. Он, ну, к этому можно по-разному, да, относиться, но, по сути, ты подверг опасности и свою жизнь, и жизнь других участников движения, не так ли? Ну, да, я думаю, пора, кто-то мучается, кто-то, наверное, не мучается, для кого-то, может быть, это вполне нормально, вот, наверное, разные люди, есть разные отношения к закону, и разные отношения, может быть, к совести своей. А к чему, в конце концов, приводит жизнь без правил, я не имею в виду правила движения? Ну, вообще, если это приводит к хаосу, то есть беспорядкам, если нет, то есть в определенной стране есть свои правила, и мы, как люди, мы должны как-то их, там, те же правила дорожного движения, или там другие правила, которые касаются наших, там, повседневной жизни, может быть, или там юридические права, там еще другие. То есть мы, в любом случае, мы каждый день какие-то правила исполняем, а какие-то, может быть, или игнорируем, или не исполняем, ну, то есть, как бы, самоотношение к правилам у каждого человека свое. Я бы даже сказал, что не к хаосу, а, может быть, даже еще более, такое, наверное, страшнее слово, к беззаконию, наверное, где-то, то есть, если нет закона, значит, творится беззаконие, то есть, поступает каждый так, как он считает нужным, что ли, или правилем для него. То есть, я думаю, что беззаконие еще даже страшнее, чем хаос, наверное, да. Но они эти тяготят, когда мы говорим об исполнении, но мы забываем, что произойдет далее, завтра, последствия. У меня на одной из, на мойке, когда приехал в один раз мыть машину, произошел такой диалог с одним из человеков, людей, который тоже ждал машину, пока машина мылась. Так вот, мы как-то заговорили по правилам, он сказал, да, я, например, мне не нравится соблюдать правила, то есть, был я в Чехии, был я в других странах, мне, например, гнетет, что я должен что-то соблюдать, перед кем-то отчитываться. Взял, поехал и все. Я говорю, ну, а если, не дай бог, вот такой же, как ты, будет здесь ехать, и твоя дочка будет дорогу переходить. И вот он скажет, да, мне не нужно соблюдать, как хочу, так и еду. И собьет, например, не дай бог, твоего ребенка. Что будешь делать? Возьму ружье, пойду и как бы это. Вот решение вопроса. Да, и к чему это придет? И беззаконие вот это все. И из-за чего, да, и из-за чего. Я говорю, а тот возьмет ружье, или его родственник возьмет ружье, пойдет тебе, и к чему, да. Ну, поэтому я хотела сказать, что этот хаос или какой-то беспорядок, он приведет обязательно к какой-то трагедии. То есть, заканчивается чем-то еще хуже. То есть, но мы видим, что есть правила, есть законы, но люди все-таки стараются жить вне правил. А христиане пытаются также жить вне правил, установленных Богом? Либо христиане вот все так четко исполняют, если Бог сказал... А христиане не люди? Я думаю, конечно, это тоже люди. И поэтому, если они люди, они также должны нарушать установленные Богом правила. Как говорится, они не чужды, все человеческое не чуждо. Или они все-таки, хотя они люди, но они не должны нарушать Богом установленные правила. Знаете, мы, наверное, стараемся уходить от этих каких-то неправил. То есть даже если мы совершаем что-то и живем что-то не так, то нас Господь учит, и мы от этого отходим. То есть и нас перестает, может быть, и совесть мучить, потому что мы знаем, что мы этого не повторим, что этого больше не последует. То есть Господь нас этому учит. А почему даже правильные, полезные правила все равно нам не по душе? Потому что запрещает какие-то наши действия. То есть мы не можем сделать то, что мы хотим, что мы в каких-то рамках находимся. Естественно, человеку это не нравится. Хорошо, давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея 11 главу с 28 по 30 текст. Мы прочитали один уже из этих текстов, но прочитаем этот отрывок. Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. «Возьмите иго мою на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Вам нравится то, что предлагает сделать Господь? Ну, на первый взгляд, наверное, сразу первое такое, наверное, побуждение, что что значит «возьмите бремя». Мы знаем, да, что такое бремя, иго, то есть всегда ассоциируется вот волк или какой-то, да, корова идет с тяжелым таким игом, ермом таким на шее. Вот, первое, наверное, впечатление, да. То есть то, что предлагает нам Господь, сразу где-то немножко отвергается нами, оно нами не принимается. Но когда дальше доходим, что «бремя мое легко», и здесь уже начинаешь думать. А вот здесь, а вам не кажется это большим противоречием? То есть Христос говорит, что «вы придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». То есть я понимаю так, «вы придите ко мне, я сниму с вас весь груз той тяжести, того бремени, которая есть у вас», это как бы понятно. А далее он продолжает, «вы придите, и я дам вам покой», и тут же он говорит, «возьмите иго», «возьмите бремя». Эти слова Христа, они вообще не противоречат ли друг другу? «Мир и покой дам, и тут же возволю на вас еще иго и бремя». Ну, прежде всего, наверное, то бремя, от которого хочет избавить нас Господь, это, наверное, время греха, наверное, да, то, что гнетет человека, вот, и мы знаем, что все равно Дух Святой всегда, как бы, действует на совесть человека, он показывает, человек начинает себя, наверное, мучиться, переживать, что совершил что-то не то, и вот это бремя, оно давит человека, и Господь призывает, «приди, я освобожу тебя от этого бремени, от этого бремени греха, освобожу тебя». Мы, наверное, испытываем облегчение, когда что-то нас тяготит, какие-то проблемы, переживания, и когда мы начинаем звать Господу, и мы получаем покой. Вот это, наверное, и есть, когда Господь говорит, придите ко мне, мы приходим к Нему, о помощи, и Он нам помогает, Он забирает наши эти трудности, и нам становится от этого легче. Когда Христос говорит, возьмите игое мое на себя, вообще взять или иметь иго, это значит быть в зависимости от кого-то. Христос предлагает быть каждому из нас зависимыми от Бога. И здесь, наверное, для одних людей это приятная зависимость, но как женщине, вот Ирена, вам приятно быть в зависимости от вашего мужа Дениса? Ну, мне, наверное, приятно, потому что зависимость та, которая у меня есть... Смотря на чем она построена, правда, да? Ну да, если я люблю этого человека, то, естественно, для меня никакой нет тягости, что-то делать для него и делать для семьи, то есть я не считаю, что это для меня тягость. То есть для вас это легкость, когда вы гладите рубашки, готовите еду, это приносит вам... Да, для меня это, может быть, даже сказать, больше удовольствия, потому что я делаю для любимого человека. Безусловно, и поэтому мы это стараемся понять. На примере семейных отношений, когда Господь предлагает мне что-то делать, если ты любишь, если ты действительно, как говорят, душой прикипел, переживаешь за человека, для тебя это совершенно нетрудно. Для другого человека, другая бы чужая женщина, посчитала это большим бременем, гладить Денису рубашки и готовить ему каждый день еду для вас. Ирина, безусловно, это не бремя. Чем сегодня обременены, сегодня очень многие люди, потому что Христос говорит, вот придите ко мне, труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Вы сказали, бремя греха. Сегодня многие люди хотели бы найти истину. Скажите, ну не является ли большим бременем, когда люди в поиске, они хотели бы жить более спокойно, более открыто. И для них это тоже очень такой сложный момент в жизни. И Христос предлагает, чтобы мы могли прийти. Почему не находят часто мира люди, когда ищут мир и покой, но не находят? Потому что мир предлагает, наверное, рецепты ложные какие-то, которые не удовлетворяют, не всегда удовлетворяют нужды. Ведь человек это не просто какое-то физическое существо, да, но оно и духовное существо. А вот духовные нужды, наверное, только Господь может удовлетворить. Вот, поэтому он и призывает, придите ко мне. А 10 заповедей, как вы думаете, это бремя для человека, они тяжелы? И опять же возвращаемся, наверное, к моему вопросу. Тяжело ли мне делать что-то для Дениса? Если мы любим Бога, то нам, наверное, это не тяжело? Да. Бремя Господа — это то, что, наверное, вот любовь, да, возьмите вот эту любовь, какая есть у меня к вам, возьмите такую же любовь, и тогда будет намного проще, да, нести это бремя. Она, может быть, даже делать здесь не в самом весе, не в самой массе этого бремени, да, вот. А именно вот в этом качестве, наверное, какого качества это бремя. Вот Бог предлагает. Очень хорошая проповедь была, которую ты говорил, о 10 заповедях, где разъясняется, насколько легко воспринимать. Вообще для людей, когда слышат закон, заповеди, все-таки это какие-то неприятные моменты, это значит, обязательно нужно что-то делать, и делай то, что я не хочу делать. Хотя, когда мы читаем те же самые 11 главы, да, где говорят, 20 главу, где говорится о заповедях, все-таки, и вообще часто, когда мы читаем Ветхий Завет, сам Бог, как бы, он 10 заповедей именно называет законом, да, оно называется откровением, да, например, или там заповедями, потому что вот Ковчег, он же называет Ковчег Закона. Ковчег Откровения или Скиния, он же называет Скиния Закона. Скиния Откровения. То есть это то, что Господь, где Господь открывает себя, а не в том, что Он хочет нас что-то загнать, что вы должны вот это делать, вот это делать, вот это делать. И когда начинается глава, и прорекли, там, сказал Господь слова, да, сей, то есть не закон произнес, а именно слова свои, то есть опять же. Хорошо, давайте мы прочитаем Иоанн Георгий от Матхея, 12 глава, с 1 по 2 текст. В то время проходил Иисус в субботу за сеянными полями. Ученики же Его взолкали и начали срывать колосси и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, вот ученики Твои делают, чего не должны делать в субботу. Опять мы читаем тексты о субботе. Мы вообще как бы на нашей программе очень много говорим об этом, но не потому, что мы хотим много говорить об этом, потому что Священное Писание очень много пишет о соблюдении субботнего дня. И как это ни парадоксально, но читая Новый Завет, потому что многие ссылаются, что все-таки суббота это где-то из Ветхого Завета, мы видим, что Христос постоянно что-то делал в субботний день, и люди Его осуждали. То есть мы видим, что о субботе очень много сказано в Новом Завете. Почему для Бога очень так важно соблюдение субботнего дня, четвертой заповеди? Соблюдение субботы. Почему для Бога оно важно? Ему не все равно, в какой день мы будем отдыхать. Потому что это было установлено им же, это был установлен день покоя, и там как бы, то есть это день, когда, в этот день, когда человек может, скажем так, больше времени уделить своей семье. То есть, допустим, на неделе я работаю, я загружен, как бы, ну, рабочая неделя у меня сложная, но в субботу я могу больше времени провести с детьми, с женой. Но у меня больше в воскресенье, Андрей, получается. В субботу. Поэтому предоставьте мне возможность выбрать, когда мне лучше провести время со своей семьей. Есть причина, почему, наверное, Господь указывает именно на субботу, на важность соблюдения субботы, потому что в субботе открывается вот та наша, наверное, зависимость от вот того, что она показывает, что Господь творец всего того, что есть. Творец наш, творец наш, творец вселенной, творец все, что существует на земле, и мы находимся в постоянной зависимости от этого. И поэтому очень важно, то есть, чтя субботу, мы тем самым чтим Господа как нашего Творца, нашего Спасителя, Создателя. Да, безусловно, мы можем говорить, что я могу устанавливать дни, когда мне отдыхать, когда мне не отдыхать, но мы должны понимать, что есть правила, законы, которые устанавливает сам Бог. А Бог изначально знает, что лучше для человека, поэтому не стоит оспаривать Божие решения. Я думаю, что человеку необходимо просто согласиться с этим, испытать в жизни, что то, что предлагает Бог, оно, бессловно, будет большой пользой для человека. Когда мы говорим о субботе, суббота – это дар Бога еврейскому народу? Нет, написано «суббота для человека», а не только для еврейского народа. То есть суббота дана каждому человеку или, скажем, всему человечеству. Но многие ссылаются, что как раз заповеди были даны на Синае, там была и четвертая заповедь, и поэтому говорят, это дано именно конкретно для этих людей. Что мы можем сказать, как бы противовес такому мнению? Ну, сама суббота была дана еще до Синая, когда Господь осветил, благословил и отделил этот день, когда еще не было ни еврейского народа, никого, а были только на земле два человека, когда были, когда Адам и Ева. И даже вспомнить, что когда еще до Синая они шли, вот уже тогда даже Господь их осуждал за сбор маны, за сбор этого в субботний день. То есть это было еще до Синая даже. То есть интересно, когда мы читаем четвертую заповедь, и она говорит, что помни день субботний, чтобы осветить его жизни и работать, делать всякие дела свои, когда Бог сотворил человека в пятницу. Как вы думаете, человек наработался уже за этот день, что он сразу на следующий день начинает отдыхать? Если мы говорим просто о физическом отдыхе, но мы говорим о том, что Бог именно уже на следующий день установил день отдыха для того, чтобы человек просто нашел время побыть с Богом. Вот так устроена жизнь, что мы постоянно бежим, спешим. И если бы не было субботы, я думаю, это вы можете поделиться своим опытом, если бы не было субботы, вы бы куда-то бежали, к чему-то стремились, и все равно бы вы не выполнили все то, что вы наметили, все эти планы бы не могли осуществиться, но возможность быть с Богом, проводить время с Ним, быть в церкви, на богослужении. Так Бог сказал. А стоит ли, ну, тогда возникает вопрос, если мы все-таки говорим о субботе, стоит ли такой акцент делать и сегодня на субботе, если в наше время большинство христиан не соблюдают четвертую заповедь? Вот очень странно, вот как аргумент, когда ссылаются, что суббота была дана на Синае, Ветхий Завет, и как бы она уже не актуальна сегодня, почему-то из 10 заповедей только эту заповедь трогают. А что значит, убей или укради, не убей, не укради, не пролюбодействуй, тоже не актуально уже, то есть нельзя же вырвать только одну заповедь из закона всего, и сказать, вот это не актуально, а это актуально. То есть насчет других заповедей, 9 других, как бы вопрос не стоит такой, что да, это надо соблюдать. Но вот суббота почему-то у других конфессий, у других людей, это уже не нужно, как-то выборочный такой избирательный подход к этому странно. Ну и люди выстраивают определенную логику, то есть если большинство христиан приняли такое решение, если определенная практика жизни, это как книги, которые вошли в канон священного писания. То есть если это практиковалось, это было нужно, если люди жили по этим писаниям, и тогда они как бы вошли в канон, и сегодня они также, эти книги, они становятся правилом для нашей жизни. Поэтому если большинство сегодня так не живет, если Господь где-то что-то там пересмотрел, вернее люди пересмотрели, может быть, ну не стоит все-таки делать такой акцент, если большинство все-таки понимает, что субботний день, он просто ушел в прошлое. Это уже не для христиан нового поколения, это для христиан Ветхого Завета, для людей, которые, ну еще мы говорим даже не христиане, для людей Ветхого Завета, хотя мы говорим вера в Иисуса, миссия, она была у людей того времени. Почему мы не можем все-таки сказать, что где есть большинство, то там обязательно правда и истина, и поэтому всегда ли следует идти за большинством? Потому что в укор, ну лично было в моей жизни ставили, но неужели вы считаете, что вы разбираетесь в Священном Писании, вы продолжаете наставить на соблюдение субботнего дня, а вот христиане всего мира, они не соблюдают субботний день, и они обмануты, что вы умнее всех? Вот что ответить людям? Ну, к сожалению, читая Священное Писание, мы видим, что большинство, не то что, наверное, не всегда, а может быть всегда, не было права, наверное, и вот, и также, наверное, большинство или толпа распинала Иисуса, точно так же ввели Его на смерть, да, кричали распни, вот, и другие примеры, если мы берем там или Содом, или Гамора, то есть всегда оставались, та небольшая, наверное, вот, количество, или группа людей, да, которые, наверное, оставались верными, поэтому сказать, что, как аргумент, что вот если большинство этого не делает, наверное, это неправильный аргумент. То есть где большинство, это не всегда внимание того, что там правда истина, и большинство людей могут заблуждаться. Мы продолжим говорить о субботнем дне буквально через несколько минут. Уважаемые друзья, оставайтесь вместе с нами. Друзья, это программа «Познаю вместе», но и мы благодарны вам, что вы по-прежнему вместе с нами. Хочу сказать, что вы можете связаться с нами по телефону, номера, которых вы сейчас видите на своих экранах, телефон в России и в Украине, а также вы увидите адрес электронной почты, и поэтому, пожалуйста, вы можете связаться с нами и стать также участниками нашей программы. Мы говорим о субботе. Не простая заповедь из 10 заповедей закона Божьего, хотя на первый взгляд кажется, ну что про сложного, да, вернее. Но всё очень просто. Это отдыхай, не работай. Мы как бы все мечтаем, мы больше мечтаем о праздниках, а не о работе, наверное, в большинстве своём. Просто находи время для того, чтобы побыть с Богом, побыть с человеком, и в то же время вот такое сопротивление. Мы видим, что не просто люди, ну, не соблюдают и всё. Мы знаем о том, что пытались просто заменить эту заповедь, вычеркнуть её из 10 заповедей, даже о ней не упоминать. Многие считают, что это просто какое-то предубеждение. А стоит ли быть мелочным в соблюдении субботы? Ну, знаете, вот люди спрашивают, что можно вам делать в субботу? Ну, например, Библия говорит о том, что что надо варить, варите до субботнего дня. Собирайте дрова до субботнего дня. Помните, в Ветхом Завете всё выпадало манно, и когда Бог давал даже манну, люди должны были делать всё это ранее. Поэтому люди говорят, ну, не будьте такими мелочными, ну, что вам сложно поставить в кастрюльку, там, чего-то сварить, вот вы начинаете, то делать нельзя, то делать нельзя. Так стоит ли быть, может быть, ну, как-то в глобальном плане, вот просто ходить в церковь, молиться, а всё остальное, то, что делается в субботу, оно не играет особого значения. Вы знаете, что если посмотреть на людей, которые живут в государстве Израиля, то они там свет не зажигают, кнопку лифта не нажимают. Если, ну, почитать вообще историю, как соблюдалась суббота, да, у людей, то есть они там вообще говорили, вот плюнуть – это работа или не работа. Оказывается, всё зависит от того, куда ты плюнул, да, на камень или на землю. На камень можешь наплюнуть, на землю уже стройкой там занимаешься. Поэтому и здесь, ну, хорошо, мы не будем такими уже вот придирчивыми к тем людям, которые считали, иголка там в пиджаке – это работа или нет, но вот то, что мы сегодня сейчас говорим – это варить, убирать. Обычно субботы – это такой день уборки, хозяйственный день, он даже и в армии хозяйственный день, и многие хозяйки занимаются, поэтому стоит ли быть таким мелочным? Ну, наверное, следует сказать, что, когда мы говорим о мелочном и о глобальном, всё-таки глобальное, оно всё равно состоит из чего-то мелкого, да, из чего мелочного, то есть нельзя глобально не бояться, всё равно там какие-то части, какие-то куски, и нарушаешь что-то мелочное, наверное, нарушаешь и глобальное всё равно, мне кажется, они неотделимы, но всё-таки каждый случай, наверное, он уникальный, каждый по-своему, наверное, бывают различные случаи, особые, что ли, случаи, когда, возможно, человеку приходится что-то делать. То есть это не как правило какое-то, не как определенная традиция, что вот умер. Но бывают такие случаи. Опять же приведу пример из моего служения в Афганистане. У нас был проект, когда мы оказывали помощь людям в зимний период, живущих высоко в горных горах, находящихся на расстоянии нескольких дней даже от нашего офиса из Кабула. И мы добирались до этого места, где было распределение угля, одеяла, печки. Мы добирались порядка четырех дней. И люди пришли на это место, где была эта раздача, происходила раздача. Они из горных яшлаков тоже шли, добирались до этого места 3-4 дня. Но мы ехали на машине, а те люди шли пешком или на ослах, чтобы нести это. И вот мы приезжаем в пятницу, наступает суббота. И мы что им должны сказать? Вы знаете, вы посидите здесь, а мы вот субботу не можем. Февраль месяц, жара, холод, зима, да, и горный, то есть остановиться негде. И мы должны сказать людям, давайте вот где-то там переночуйте, а в воскресенье мы начнем раздавать. Но вот здесь мы не могли, наверное, оставаться вот просто так вот в таком покое. И мы приняли решение, что люди... Было острое, но где это было? Мы решили раздать людям эту помощь, которая им предназначалась, чтобы отпустить их домой. Чтобы они шли и опять возвращались в свои дома. То есть поэтому каждый случай, он, наверное, уникальный. И нельзя вогнать какие-то строгие правила, наверное, и также соблюдение субботы. То есть мы этот день можем превратить не в радость, а в время, наверное, извратить вообще смысл даже субботнего дня. Вот как Христос ответил фарисеям, которые обвинили учеников, которые шли засеянными полями, да, и срывали колось. Вот давайте мы прочитаем 12 глава, с 3 по 8 текст, 12 главы. Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы приложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшими с ним, а только одним священникам? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не судили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин из субботы. Спасибо, умолил ли Христос своим ответом 4 заповедь? То есть, фарисеи осудили Христа, что его ученики идут с засеянными полями, что они могли выдвинуть в обвинение? Наверное, шли, вот если уже растирали зерна в колосках, это они уже как жирновато мололи. Срывали, уже сбор урожая шел, да, у сбора урожая, потом дальше мололи. Хотя были специальные полоски, где оставляли специально, чтобы люди, путники могли взять эти зерна, и все-таки вот это обвинение, что они занимаются работой. А Христос говорит, ну ничего страшного в этом нет. То, что получается, он как бы как-то умолил эту 4 заповедь, сказал, ничего страшного, то, что вы нарушаете ее. Вот таким ответом. Ну, стоит за этот вопрос, а нарушали ли они, в чьих глазах они нарушили? Священники нарушают ли субботний день, когда они, например, несут службу, пекут там хлебы, да, и так далее. Что этим хотел сказать Господь, когда он еще здесь назвал себя господин субботы? Ну что, я господин, я хозяин своего слова, слово дал, слово забрал, субботу установил, субботу отменил. Этим Христос хотел сказать, когда он называет себя господином субботы. Что значит господин субботы? Ну нет, конечно, он не было никаких даже намеков на то, чтобы отменить эту заповедь, потому что даже в самом начале своего служения Господь сказал, что я пришел исполнить, а не нарушить, и ни одна йота из закона не придет. Поэтому здесь нет никакого намека, наверное, на нарушение заповеди. Мне кажется, наоборот, он даже усиливает что ли заповедь свою, то, что не ограничивает субботу лишь только какими-то обрядами, какими-то церемониями, может быть, церковными, какими-то традициями, но он пытается, наоборот, расширить или дать полное, может быть, правило, закон, как соблюдается суббота, о том, что жизнь человеческая, о том, что делать добро в субботу также можно. Опять же, исходя из какого случая. Хорошо, мы сейчас вот как раз о добре поговорим. То есть Господь хочет сказать, что я, господин, то есть хозяин, я делаю все возможное для того, чтобы человеку в субботний день было спокойно, было хорошо. То есть он заботится о нуждах людей. Он говорит, я, господин субботы, я желаю, чтобы в этот субботний день люди не испытывали какого-то особого, особой какой-то проблемы, переживания. Вот то, что случилось с этими людьми, да, они вынуждены были, потому что не было такой возможности заранее все это предусмотреть. Мы не знаем всех деталей. Но Христос говорит о том, что здесь мы отметили, он говорит, что я милости хочу, а не жертвы. Всегда судить другого человека намного проще. Вот давайте мы прочитаем еще, что пишет апостол Павел в послании к римлянам, 13 глава, 10 текст. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Поразительно, что говорит Павел вообще. Что он этим хотел сказать? Любовь есть исполнение закона. То есть как можно исполнять закон? Только любя. Если ты любишь Бога, любишь ближнего своего, любишь человека, вот только так, наверное, можно будет. Тогда оно и не будет бременем, то, о чем мы говорили в начале. То есть в основе всего, что ты делаешь... Должна быть любовь. Да, но должен быть определенный принцип. Если ты любишь, тогда ты готов помогать. Ты готов бежать, кричать, бежать с этим ребенком для того, чтобы спасать, если, не дай Бог, с ним что-то случилось. И в этот момент ты не думаешь о том, какой день сегодня, потому что есть такая острая нужда. Но хотя есть и другие вопросы, потому что давайте мы прочитаем 12 глава, с 9 по 14 текст. Вот как далее Христос говорит этим людям. Ну, вы знаете, когда мы прочитали, вы упоминали, что в субботу нужно делать добро. Как понять под этим словом добро? Потому что по доброму можно понять любую работу, которую ты будешь совершать сегодня. Ну, например, в субботу начали там стройка, идет стройка. Пришли и просят вас помочь на стройке. И вы, желая проявить добро, вы идете и работаете там. Я думаю, что... Вот как определить это добро? А если ты отказал, то это уже зло сделал человеку? Ну, есть вещи, которые, скажем так, непредвидны. То есть, ну, в плане добра. Тот же, допустим, помочь. Вот идет старушка, может быть, помочь ее перевести через светофор. Такой банальный, скажем, да? Ну, просто помочь человеку, ты ее перевел и ушел. То есть, как бы ты ничем не... Ну, давайте не будем, это как бы не работа. Ладно, взял и перевел, вроде ты шел специально. Но когда тебя конкретно приглашают, помогают что-то делать, на работу приглашают. Сегодня говорят, ну, а как же так? Так, например, если ты водитель троллейбуса, тебе же нужно идти и везти людей. Они же в субботу тоже ездят, и ты, наверное, едешь на богослужение. Поэтому это тоже добро. Здесь, может быть, еще быть какой-то, скажем так, материальный аспект. То есть, работа же должна что-то переносить. Хорошо, я деньги не буду получать за это. Не буду получать, но буду просто так работать. Я думаю, здесь, когда мы говорим о добре, мы должны понимать вообще принцип. Если Бог предлагает... Конечно, мы всегда ищем определенные лазейки из чего-то, когда мы не хотим это выполнять. И поэтому мы всегда находим аргументы. А почему? А как? А нужно ли это делать? Да, Христос говорит, безусловно, когда мы говорим о добре, Он приводит конкретный пример добра. Потому что есть очень серьезные моменты, когда вдруг что-то случилось. И Он говорит, упал волк, вы же не будете мучиться с животным. Нужно помочь. Наверное, заболел человек, нужна твоя помощь. Есть масса моментов. То, что вы рассказывали, пришли люди, которые замерзают. Им нужно сегодня получить вот эти одеяла. Преодолели долгое расстояние. То есть, мы должны... Опять же, здесь очень, наверное, важный момент. Если у тебя есть какие-то сомнения, переживания, и расскажи об этом Богу, не правда ли? Да. Господь тебе просто поможет ответить на этот вопрос. Ты правильно поступаешь или нет? Ну, во-первых, наверное, да. Рассказать об этом Богу... Это у меня, наверное, так же получалось с моим папой, когда перед смертью ему было очень тяжело. И я могла его посещать в Твери только по субботам. Приезжала поздно, в пятницу. Денис уезжал в командировки и ездила сама. И уже буквально перед смертью было очень тяжело, было очень больно и мучительно. И ему нужен был срочно корсет. Вот. И у меня не стояла ситуация суббота, не суббота. Я в субботу поехала в аптеку, я покупала корсет, потому что я понимала, что я могу облегчить ситуацию моему папе. Поэтому здесь, наверное, всё-таки любовь и помощь всё-таки в этом присутствуют. То есть мы должны разграничить, что мы должны делать в субботу и как мы должны поступать. Для меня не было предела, что вот суббота, и этого нельзя делать. То есть если мы говорим о страданиях людских, и людям действительно нужно помогать, которые нуждаются в твоей помощи именно в эту минуту. А скажите, вот как субботу сделать отраду для нашего сердца, чтобы она была всегда в радости, а не в тяжести. Помните книгу пророка Исаии, 58 глава, 13 текст говорит, если ты удержишь ногу в своём ради соблюдения субботы, не будешь там заниматься обычными делами, пустословий, то будешь иметь радость в Господе. Вот как субботу сделать отрадую таким днём, чтобы ты с радостью ожидал, а не искал возможности, как же её избежать и как бы там что-то делать или не делать. А чтобы она была всегда желанной для тебя. Ну, наверное, человек или семья должна установить какие-то традиции, выделить действительно этот день, сделать его таким особенным днем среди всей этой недели. Очень важно, наверное, чтобы было общение, потому что рутина, она засасывает, и очень мало человек времени проводит в семье, очень мало человек проводит время с какими-то родственниками, с друзьями, с членами церкви, может, с братьями и сёстрами. Поэтому вот если этот день будет таким общением, возможно, может, выехать куда-то. Вот как мы делаем праздник, да? Выехать куда-то, да. Мы одеваемся, мы готовим еду. Какое-то праздничное, не обычное даже еду, а именно праздничная еда. То, что оно не стоит у нас на столе в другие дни, может быть, в течение недели. Вы знаете, наверное, даже при наступлении субботы уже получаешь радость, наверное, пусть это будет банально или как-то просто, ты уже приходишь в покой, понимая, что за спиной уже прошедшая неделя, потому что ты устал. И вся тревога, суеты, она просто уходит. И она, вот, получаешь это каждый раз. Я себя ловила много раз на этом. Пусть это просто, но в субботу ты получаешь просто покой. Ты просто ни о чём не думаешь. Ты не думаешь ни о работе, ни о никаких тревогах, если что-то, да, экстренно не случилось. Мы говорим как о душевном, так и о физическом покое, который предлагает нам. Так о физическом, который, да, потому что Господь тоже о нас заботится, потому что мы также должны быть и здоровы, и крепки для того, чтобы дальше нести служение. Более того, и о физическом покое. На которое мы поставили. Хорошо, друзья, спасибо вам, что вы сегодня были с нами, рассказывали о своих опытах и переживаниях. Сегодня каждого из нас Господь приглашает прийти к Нему для того, чтобы мы могли найти покой своему сердцу. Сегодня мы суетимся, бежим по жизни, не пытаясь сделать всё возможное, невозможное. И нам кажется, что мы всё успеем, а потом приходим в состояние растерянности, покинутости. Господь желает, чтобы мы нашли возможность прийти к Нему, и Он дарует нам действительно мир в сердце. Сегодня мы говорили о соблюдении субботнего, дня четвёртой заповеди и закона Божьего. Друзья, давайте мы всегда будем помнить о том, что эту заповедь именно дал нам Господь, наш Спаситель Иисус Христос. И Он хочет, чтобы мы испытали радость от соблюдения этой заповеди, чтобы мы почувствовали вкус жизни с Богом, и что Он всегда желает нам только мира и добра. Поэтому давайте будем читать Священное Писание и соблюдать заповеди Господни, потому что они не тяжкие. Всего доброго. До свидания. До скорой встречи на программе «Познание вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова